Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Фокус на человека». Единой точки зрения о том, что такое юмор, среди ученых не существует до сегодняшнего дня, хотя этот вопрос изучался еще в древности. Это неудивительно, ведь смеяться человек на самом деле начинает раньше, чем говорить. Сначала этот вопрос стоял перед Платоном, потом перед Аристотелем, даже Зиммон Фрейд задавался этим вопросом. И сегодня мы встречаемся с человеком, который занимается юмором, можно сказать, профессионально. И не просто юмором, а юмором в онтогенезе. Итак, гость нашей сегодняшней передачи, кандидат психологических наук, доцент Института психологии и образования Татьяна Васильевна Артемьевна. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна, вот сразу вопрос. Первый раз встречаю психолога, это честно, который занимается профессиональным юмором. Что вас там привлекло, как вы туда пришли? Спасибо за вопрос. Но знаете, Наталья, действительно, юмор это очень сложный, очень сложный феномен. И меня он привлекает прежде всего тем, что он включает большое количество различных функций. Это и когнитивные процессы, это и эмоциональные аспекты, это и коммуникации, которые совершенно в различных социальных и коммуникативных реализуются аспектах. И не забываем, что юмор это, конечно, культурный такой феномен. И должна сказать, что практики уже давно освоили потенциал комического, потому что очень широко используется психотерапия комическая. Вы знаете о том, что в работе с детьми онкологическими, с тяжелобольными используется смехотерапия. Что касается теоретиков, то здесь нужно констатировать, что на сегодняшний день не разработана единой концепции, единой психологической концепции юмора. Поэтому, на мой взгляд, вот мне это очень сложная задача по плечу, мне захотелось это попробовать. К тому же, не только единой концепции не существует, совершенно не изучаются особенности юмора в энтогенезе. Не представлено становление вот этих средств комического в энтогенезе. То есть, надо сказать, что загадкой является вопрос о том, а что детям кажется смешным, а на чем они смеются, а почему они смеются. На мой взгляд, это очень интересная задача, поэтому вот уже на протяжении нескольких лет вот я этой темой влечена и стараюсь в своих экспериментальных пробах эти проблемы решить. Как я уже сказала, ребенок начинает смеяться, ведь действительно это так. Ребенок начинает смеяться еще до того, как он начинает говорить, причем задолго до того, как он начинает говорить. По-моему, первые вот по своему опыту вспоминаю, по-моему, два-три месяца ребенок уже улыбается, потом прям откровенно начинает смеяться и так далее, потом только говорить. Ну, вы начали про детей раннего возраста. Действительно, я хочу сказать о том, что мы знаем возрастную психологию, мы знаем о том, что ребенок впервые начинает улыбаться в два месяца, такая первая социальная реакция на мир. Но действительно, ребенок начинает улыбаться уже достаточно рано, но зарубежные психологи, которые очень интенсивно эти вопросы рассматривают, они задаются вопросом, является ли этот смех в полном понимании юмором? Понимаете? Потому что, ну, все-таки придерживается той точки зрения, что подлинный юмор, если мы о нем говорим, он начинает появляться не ранее двух лет. То есть все, что мы видим ранее двух лет, это такая реакция на удовлетворение определенной потребности. То есть ребенку хорошо, он улыбнулся, он увидел маму, он увидел папу. То есть здесь еще нет в полном понимании юмора. Почему? Потому что юмор, он включает не только в себя эмоциональные компоненты. Юмор — это все-таки еще и когнитивные аспекты. Вот именно сочетание эмоциональных и когнитивных компонентов может говорить нам о том, что может дать нам понять, что это действительно юмор. Понимаете? Поэтому вот все-таки эта точка зрения существует, что не ранее, чем два года мы имеем дело с подлинным юмором. Не со смехом просто, ситуативным, а с юмором. Совершенно верно. Получается, что юмор, хорошее чувство юмора свидетельствует о наличии, в принципе, интеллекта или эмоционального интеллекта, формирующегося или уже сформировано, так? Совершенно верно. Вот продолжая эту тему, должна сказать о том, что когнитивные аспекты юмора, они изучаются так очень интенсивно в зарубежной психологии, но российские ученые тоже продолжают эту линию. И, ну, это наиболее изученная, будем говорить, все-таки такая сфера юмора. И здесь зарубежные ученые опираются все-таки на концепцию Жанна Пиаже. Конечно, развитие юмора зависит последовательно, в зависимости от того, как формируется схема познавательная. Понимаете? Поэтому зарубежные психологи ориентируются именно на эту концепцию. Что касается наших российских ученых, то здесь тоже существует точка зрения, что задачи, которые включают в себя юмористический компонент, включают юмор, они представляют для ребенка большую сложность. Вот одно дело, решить задачу просто логическую. Дать задание, условия решить эту задачу. Другой совершенно уровень задачи мы предъявляем к ребенку, когда мы даем ему задачу, как бы такую, может быть, известную, и вдруг мы включается, вклинивается компонент юмористический, который нарушает логику изложения. Понимаете, вот эта задача юмористическая, она очень усложняет понимание этой задачи. То есть вот российские психологи вот в этом аспекте изучают, как действительно решение задачи предъявляет очень серьезные требования к интеллектуальному развитию ребенка. Но скажу вам, что в наших исследованиях, в исследованиях, которые проводим, мы немножко дальше пытались пойти. То есть однозначно здесь точка зрения, что, конечно, юмор зависит от интеллектуального развития ребенка и от человека тоже. Но задача состояла в том, чтобы понять, а какие все-таки действия участвуют в понимании юмора. У нас есть логические действия, причины и следствия, то, чего всегда учат в школе. В последние годы очень интенсивно московскими учеными Веракса, Баянова, новое направление мышления ребенка имеет место, изучается диалектическое мышление и действие диалектического мышления. То есть когда ребенок не одну точку зрения видит, а может сразу видеть противоположности. Поэтому, имея вот такой потенциал, мы, конечно, задались задачей посмотреть, а какие действия участвуют на самом деле в понимании юмора. Это действие логического мышления или действие диалектического? И вы знаете, исследование, в общем-то, доказало, вот эта статистика, которую мы проводили, в том, что в понимании юмора участвуют именно действия диалектические. Дети в описаниях своих указывают на такую вот группу, есть группа категории превращения. Превращение действий, превращение. Она очень популярна, она очень активно используется в детских нарративах, в детских описаниях. То есть когда друг превращается во врага. Наверное, все-таки вот впервые об этом заговорили, какие диалектические действия непосредственно работают. Но саму взаимосвязь диалектических действий, идей и мышлений, конечно, вот все-таки удалось в наших исследованиях подтвердить. Если я правильно понимаю, в ваших исследовательских работах, в экспериментах участвовали реальные детки? Вы знаете, детки в очень большом количестве, потому что если мы говорим про развитие средств комического в антогенезе, то если мы задаем такую высокую планку, что хотим в антогенезе, а не просто посмотреть на одной возрастной группе, то, безусловно, мы, конечно, рассмотрели детей разного возраста. Но начали изучение с детей дошкольного возраста, я уже вам говорила, в силу чего все-таки мне привлекли детей более раннего возраста, дети младшего школьного возраста, дети-подростки. Но на первых этапах изучения юмора изучали студентов. И студенты у нас были для того, чтобы действительно посмотреть линию развития юмора, посмотреть, как формируются эти средства комического, чем отличается юмор детей каждого возраста, каков вклад эмоционального компонента, компонента эмоционального в структуре юмора. То есть полную картину могло дать только сравнение этих возрастных групп. Поэтому, конечно, большое количество детей, дети разного возраста принимали участие, задания были очень веселые, смешные. Дети, они же шутят, в том числе начинают шутить так примерно, как шутят их родители. Вот как у вас, как специалисты по юмору, ощущения у нас, как у нас в народе с чувством юмора? Вы знаете, здесь очень сложно сказать очень просто, потому что действительно я вот начала нашу с вами беседу о том, что юмор очень сложный феномен, который очень много компонентов включает. Поэтому здесь, ну, если мы говорим о факторах, которые изменяют восприятие, воспроизводство юмора, конечно, может быть и среда, да, потому что ребенок формируется в среде, ребенок копирует родителей. Здесь, конечно, мы сегодня говорили, аспект интеллекта очень важен, да. Мы сегодня говорили тоже про нормы и правила, которые тоже регулируют деятельность ребенка. Поэтому компонентов здесь, конечно, великое множество, учитывать это все очень сложно. Восприятие ребенком юмора и понимание юмора очень серьезно зависит от следования ребенка, например, определенной норме, нормам. То есть дело в том, что, ну, в нашем обществе, на мой взгляд, все-таки достаточно такие нормативные дети растут, потому что мы предъявляем к ним серьезные требования, мы просим вести себя соответствующим образом. Ну, вот культура такая наша, то есть мы следуем этим нормам, мы, безусловно, эти нормы детям демонстрируем, дети впитывают. Вот зависимость такова, вот исследование показать, что чем чаще дети стараются следовать норме, тем реже они переходят к юмору. То есть вот предельная концентрация на норме, она тормозит переход вот к смешному, комическому. Она не позволяет видеть это смешное, комическое, но если дальше проведу параллель и, соответственно, радоваться жизни, понимаете? Потому что комическое здесь предоставляет очень большую возможность посмотреть на явления с разных сторон. Правда? То есть потому что разные нюансы, какие-то слова мы в беседу, в слово включаем. То есть комическое, действительно, как когнитивная способность позволяет посмотреть с разных сторон. Знание норм тормозит этот процесс. Развитие ребенка интеллектуальное и речевое, в том числе, оно тоже здесь, конечно, затормаживается. Поэтому вот очень нормативный, ну, я не буду обобщать и говорить, очень нормативный, дети действительно очень разные. То есть вот эта зависимость очень четко, значит, видна. Далее я бы, знаете, сказала, что вот способность рассмеяться, посмеяться над чем-либо очень зависит еще от... Вот такие нравственных каких-то норм, здесь тоже зависимость. Вот первый опыт, который вот лично у меня был, когда я только начала работать с детьми дошкольного возраста, одна из девочек, девочка из такой очень семьи, будем говорить, хорошая, у нее папа писательный. Действительно, в семье очень хорошая атмосфера царила. Мы работали тогда, поскольку не было у меня еще тогда своих собственных методик, мы работали над карикатурами биттрупа. Вы знаете, есть такие карикатуры, последовательные картиночки предлагаются, они очень такие забавные. Одна из картиночек была о том, как бабушка приходит с внуком в зоопарк, внучок пролазит в клеточку к слону, но бабушка, желая спасти своего внучка, застревает в клетке, и в этот момент ее застает полицейский, который подходит. Ну, вот комичные ситуации, все дети, конечно, я последнюю картиночку не показывала, потому что мне, конечно, хотелось вот эту картинку, чтобы дети прокомментировали, назвали, и вообще сказали, что здесь Мишнова, или там посмеялись, что была реакция какая-то юмористическая. Но вот одна из девочек, о которой я говорю, Софья, она, вы знаете, я ей показываю весь ряд, перехожу и говорю, ну, скажи, пожалуйста, Софья, что же будет дальше? Она говорит, я знаю, что будет дальше, но я не буду смеяться, потому что это неприлично, и так нельзя поступать по отношению к бабушке. То есть, вот вы знаете, для меня, конечно, тогда это было что? Вот это один единичный случай, он положил начало дальнейшему исследованию и проверке гипотези о том, насколько эти нормы. Когда мы говорим о нормах, мы должны с вами помнить, что мы говорим не только о норме поведения, есть нормы нравственные, они тоже здесь очень четко в описаниях детей, в их рассказах, нарративах встречаются. Мы говорим о нарушении нормы лингвистической, потому что все знают произведения, запутанные слова, помните, когда там елку на Новый год ставят, это сыска, это не сыска, это фыска, это не фыска, а хыска, речевые игры, понимаете, работа со словом, нарушение лингвистической нормы происходит. И это тоже вот становление вот этих средств речевых, оно тоже имеет определенную закономерность. Здесь тоже нарушение причинно-следственной связи, уход в диалектику, то есть от того восприятия обычного языка и открытия для себя нового звучания, соответственно, новых ассоциативных цепочек каких-то, и в этом может быть тоже юмор для ребенка. Это один из самых любимых рассказов, потому что мы проводили, поскольку мы приступили к изучению комического, нас, конечно, интересовало, интересовал, конечно, вопрос о том, а какие произведения детям нравятся, ну, чтобы, а какие... Да, над чем они любят смеяться. Над чем они любят смеяться, какие нравятся и мультфильмы, каким нравятся произведения. Очень интересно здесь получили материал, но об этом рассказывать, это целая отдельная история, конечно. Прежде всего, нас интересовал, скажу лишь только о том, что весь тот материал, который мы получили, он, безусловно, был очень интересным для анализа, но и он послужил для разработки того диагностического инструментария, который мы, конечно, собирали использоваться, потому что при работе с детьми, я вам уже сегодня говорила, мы вынуждены на первом этапе были использовать карикатуры Биттсрупа, потому что диагностического инструментария не было. Не было, понимаете? Вот несмотря на такую любовь к комическому, к смешному, и все любим посмеяться, и дети это обожают, измерить это чувство было невозможно, поскольку психологи должны, конечно, очень стандартизированным инструментарием пользоваться, если хотят действительно объективную картину получить. Ну да, если наука. Да, поэтому интересовал вопрос, а какие герои интересны детям? Ну что за животные? Это животные, это люди, кто это должны быть? Что они должны и... То есть, безусловно, кто и что за зверюшки, что за люди, какие люди должны участвовать, чтобы детям было смешно? Ну и самый главный вопрос, который стоял, это вопрос, опять все-таки, когнитивной здесь составляющей, о том, какие действия умственные и их трансформации ведут как раз вот к этому восприятию смешного, к пониманию смешного, к созданию смешного. Ну, задание, которое предъявлялось детям, состояло в том, что мы просили детей составить смешную историю. Я уже сегодня говорила о том, что задачи с комическим содержанием очень сложны. Попросите любого взрослого рассказать смешную историю. Не всякие взрослые эту смешную историю расскажут, а тем более сочинят. Конечно. Анекдот в лучшем случае. Анекдот в лучшем случае, если вспомнят. Поэтому, конечно, мы понимали, что эта задача достаточно сложная для детей. Поэтому предлагали детям, в случае, если они не могут сочинять сами эту историю, хотя бы вспомнить из опыта или вспомнить мультик, любимый какой-то эпизод. И было собрано большое количество, прям тысячи этих детских описаний, нарративов о том, что им смешно. И вот действительно дети разного возраста участвовали в этом эксперименте. Но какие все-таки на действии ситуации кажутся детям смешными? Но я сегодня уже тоже говорила про действие превращения. Действие превращения прям очень активно преобладало у нас, у детей дошкольного возраста. И это тоже немного может показаться странным. А почему диалектическое действие не развивается у детей младшего школьного возраста, у подростков? Почему только в дошкольном возрасте? Ну, вы знаете, дело в том, что когда ребенок поступает учиться в школу, его обучают наукам, его обучают мыслить логически, думают логически, диалектика, мысли логически. Схлопывается в каком-то смысле. Да, и это, конечно, та проблема, о которой говорят уже психологи, проблема становится во взрослом возрасте, потому что когда мы от ребенка требуем, чтобы он творчески подошел, чтобы он другую точку зрения представил. Когда творческие задания ребенку предъявляем на выходе из школы или при поступлении в университет, там, в какое-то высшее учебное заведение, мы говорим, какие точки зрения у тебя есть, что ты видишь, а как на это можно по-другому посмотреть. А это пропадает, потому что в младшем школьном возрасте, когда ребенок поступил в школу, мы говорили, нам не нужны другие варианты, нам нужен только логический вывод. Вот та проблема, о которой как раз специалисты развивающего обучения говорят. А правильно ли я понимаю вас в этом моменте, вот прям в этом моменте, что когда в учебном процессе в отношении детей используется не методика выбора одного ответа из трех, а необходимость составить ответ, то это в первом случае это причинно-следственная связь, а во втором это прям вот настоящее развитие когниции, настоящее развитие творчества и настоящее вот то самое диалектическое мышление, которого мы сейчас, собственно говоря, в школе этих своих детей лишили. Совершенно верно. Ну, здесь не только как бы мои представления излагают, дело в том, что если смотреть классиков, вот Лук был крупнейший специалист в области остроумия, он ведь вообще остроумие рассматривался, он говорил, что остроумие это и есть творчество, понимаете? То есть связь юмора, диалектических действий с развитием творчества у детей, способность решать творческие задачи, конечно, прямая. То есть, когда, опять-таки, возвращаясь к детям, раз уж мы о детях говорим, то если мы детям не позволяем творчески развиваться, то чувство юмора, а, соответственно, и эмоциональный интеллект у них слабо развивается. Совершенно верно. Это будет другой уровень совершенно юмора. Это будет другой, потому что мы, да, говорим о юмор, но он же тоже существует, разные формы, должны понимать. Но сегодня делаю небольшую ошибку. Те специалисты на юмор, которые посмотрят мою программу, они скажут, ну, как-то вы обобщаете я, потому что, конечно, сегодня беседе обобщаем, мы говорим юмор, юмор, юмор. Мы вообще с вами уже, в принципе, говорим о комическом вообще в целом, и правомернее было бы говорить ни об одной обобщенной категории юмора, обобщенной все-таки категории здесь комическая. А комическая включает несколько форм. Юмор – это как бы одна из самых крупных таких форм, нам понятно. Их же несколько форм. Это форма, это юмор, это сатира, это ирония у нас, это остроумие, о котором мы сегодня говорили, существует, безусловно, несколько форм, и соотношение юмора и когниции в каждой из этих форм, оно разное. То есть, если мы говорим просто про юмор, смех мы с вами уже отбросили, если мы с вами говорим просто про юмор, то мы понимаем, здесь, конечно, преобладающим является у нас с вами эмоциональный компонент. Это такое безусловное принятие. Мы критикуем, да, то есть критика, безусловно, определенная, но при безусловном принятии этого, да, то есть мы принимаем это. Если мы говорим про сатиру, то преобладать в этом будет, в этой форме будут у нас с вами все-таки негативные эмоции, да, потому что сатира направлена на то, чтобы критиковать, разоблачать, высмеивать, высмеивать, ну, больно высмеивать, да. Если мы с вами говорим все-таки про остроумие, то становится понятно, что вот в остроумии сосредоточено в большей степени именно у нас речекоммуникативное средство. Речь – это уже умение подобрать слово, да, в правильную ситуацию включить, неожиданно перевести из одной смысловой системы в другую смысловую систему. Это кажется смешным. То действительно, вот если неразвиваемый юмор, если мы его не поддерживаем в семье, да, то есть если мы критикуем ребенка, то мы понимаем, то, конечно, вряд ли он будет получать удовольствие от остроумного юмора. Чего мы его лишаем? Чего мы его лишаем? Возможности выражать, возможности. Юмор, он ведь обладает еще очень такой поддерживающей функцией. То есть в подростковом… Особенно ирония, самая ирония. Вот с иронией, конечно, особый вопрос. Я вот даже так прям сознательно иронию немножечко заметила. А я думала, чего вы не сказали про иронию. Я сознательно как бы обошла иронию, потому что очень у меня, конечно, к иронии лично очень серьезное отношение, потому что ирония – это очень такой тонкий… Очень полезный ножа. Очень тонкий инструмент, очень тонкий инструмент. И даже в семье ироничное замечание, вот сказанное подростку, вы знаете, может привести к очень плачевным результатам. Опять же, в зарубежном очень подробно рассматривается, очень большое количество экспериментов проводится. У нас как бы в России пока вот на взрослых, единственных к детям пока вот еще иронию не переходим. Я сама лично стою сейчас перед вопросом, взять ли мне иронию, но иронию будет включать, опять, если мы говорим о средствах, именно речевые средства. Здесь речевые средства подключаются, и здесь еще подключается, значит, большой аспект социальный, потому что одно слово, сказанное мамой, это будет одно значение, слово, сказанное кем-то на улице – совершенно другой аспект. То есть здесь соединение и вербальных таких средств, и социума, знания социума, вот отношение с социумом. То есть это очень тонкий инструмент, ирония. Хотя я с удовольствием, например, сама пользуюсь самой иронией, то есть предлагаю всем использоваться, посмеяться над собой, да, то тут уж себе не навредишь, посмеяться над собой где-то, то есть не критически, конечно, относиться к себе не всегда. Но здесь есть тонкая, действительно, грань. Очень тонкая грань. Когда из самой иронии можно скатиться в самую нечажительную иронию, да? Это вот тут вот, я вот с вами соглашусь, прям лезвие не то, что ножа, а лезвие бритвы. Вы совершенно верно. Вы совершенно верно говорите. И вообще такой стиль юмор самую нечажительного очень активно используется в зарубежной психологии, в опросниках действительно. Самую нечажительный, он немножко здесь действительно уже очень опасен. И когда говорят про самую нечажительный, юмор очень часто говорят про историю, но вспоминают историю комиков. И задаются вопросом специалисты и психологи, а почему человек это делает? А вообще комики, которые смешат большую аудиторию, много миллионов, они вообще счастливы сами? Ну это тоже уже классика жанра, что смешной на арене в жизни печальный, очень грустный, пессимистичный человек. И большинство именно к этому, там действительно две точки зрения существуют, но одна из которых часто такая поддерживаемая, о том, что ребенок с помощью насмешки над собой в семье, в кругу близких пытается привлечь родителей к себе как к персоне. Хотя бы так. Хотя бы так. То есть он использует все средства для того, чтобы быть смешным, забавным, чтобы родители обратили на него внимание. Но вот здесь много таких вопросов. Я правильно поняла, что в результате вот вашей работы вы теперь можете, ну если правильно это слово подходит сюда, измерить юмор у детей? Совершенно верно. Вот то, о чем мы с вами говорили, и о тех экспериментах, которые я рассказывал, они на протяжении фактически 10 лет велись, потому что мы действительно собирали большой эмпирический материал. Были разработаны методики для работы с детьми каждой возрастной группы, о которых мы сегодня говорили. Ну, это моя, конечно, гордость. Вот честно скажу, это то, чем я горжусь. Вот эти вот некоторые картиночки, методики. Должна вам сказать, что как психолог очень трепетно подходила к разработке этих сюжетов. Я уже говорила о том, что образы были выбраны, конечно, совершенно не случайно. Художник, который привлекался. Художник замечательный. Курикутурист, кстати, да? То есть это не простой художник, который просто взял и был приглашен. То есть это человек, который имеет опыт работы в этих сатирических различных журналах. Да, но поскольку дети еще, как бы, дети дошкольного здесь возраста, они, конечно, еще им нужно было создать это игровое поле. Дело в том, что юмор, он ведь, знаете, в чем его возможность очень высокая. Юмор способен создавать игровое пространство. То есть юмор позволяет создавать игровое пространство, в котором допустимо нарушать нормы. Вот это вот очень прям замечательная фраза. Допустимо, разрешенное, разрешенное место, да? Здесь можно. Здесь место, в котором можно. Прекрасно. Это то, чего не хватает. Поэтому вот... И только детям. Да, поэтому такой вот, как бы, именно с этой целью создавался такой инструментарий, который как бы сразу мог позволить ребенка настроить на такой, будем говорить, несерьезный лад. Несерьезный лад. Детям дошкольного возраста уже более такой вот сложной манере были картиночки представлены. Ведь и первая картинка учебной деятельности. Почему все-таки мы уже сегодня о бедных детях младшего школьного возраста не один раз говорим, потому что действительно школа, высокий уровень требований, правила, которые ребенок должен выполнять, дети знакомятся с нормативным поведением, с правилами, да? То есть сумасшедший сложный период. Сумасшедший сложный период, очень трудный для детей. И, вы знаете, поэтому несколько слов вот об этой методике, потому что она вот дольше всех, наверное, у меня разрабатывалась, потому что очень сложно было здесь вот как-то подойти и разработать эту методику. И принцип, просто лишь тот принцип, который положен был в разработку этой методики, он заключается в том, что сначала мы диагностируем уровень нормативного поведения. Мы изучаем уровень нормативного поведения. Исходный. Исходный. Мы говорим о том, что иногда ведь в жизни происходит не так, как должно быть, а иногда случается по-другому. А как? Вот ты думаешь, здесь могла бы по-другому эта ситуация? Вот как могло ли что-то смешное здесь произойти? То есть здесь вот как раз мы еще раз повторюсь, наверное, мы проверяли то, насколько норма и юмор связаны, насколько тесно они связаны с собой. Скажите, а вот ваши научные разработки, научные исследования, результаты этих исследований, они каким-то образом доходят до образовательных учреждений, которые формируют программы, которые учат учителей? Как-то эта взаимосвязь какая-то существует? Ну, вы затронули, я вам скажу, честно говоря, больное место, потому что, ну, вы знаете, вот так вот публично вообще, честно говоря, заявить, что я занимаюсь юмором, а тем более прийти в образовательные учреждения, немного сложновато. Вот должна сказать, что в целом все-таки общество наше, если говорить в целом юмор, как-то очень, ну, вы знаете, как вот просто как хихихаха, это хихихаха, то есть оно не видит здесь этих граней. И когда, например, я к младшим школьникам выходила, но раскрою здесь эту, например, тайну, то я говорила о том, что я не юмор изучаю, а я изучаю нормативное поведение детей. Вот когда я вот так сложно и серьезно говорю о том, что я изучаю, то, конечно, да, да, это обязательно надо. Ну, очень серьезен, конечно, наш мир, очень серьезно склонен воспринимать то, что происходит. И, наверное, еще немного не готово, даже если мы говорим вот про наше общество, российское, наверное, не совсем готово. Ну, должно сказать, аналогично происходило и за рубежом. Например, вот Мартин, род Мартин, крупнейший специалист в области психологии и юмора. Вы знаете, он тоже достаточно долго готовил труд. Более 20 лет он готовил труд, в котором изложил, как вот сделал такой средств тех исследований, которые были. И, в общем-то, ну, общество тоже не сразу приняло. То есть он вел эту работу, разработал, предъявил обществу. Вот, поэтому я очень надеюсь на то, что через несколько лет, конечно, вот этот ресурс юмора, он, конечно, будет... Работать начнет как-то. Он будет работать, он будет именно позитивно восприниматься, потому что, безусловно, надо пользоваться этим ресурсом. Я вот здесь вижу связь еще с экзистенциальными понятиями, потому что если человек понимает жизнь, такие вещи, как, да, экзистенциальная жизнь, смерть, свобода, воля, любовь, то там без юмора, вот воспринимать эти вещи, без определенной доли юмора, да, ну, крайне тяжело. Юмор в каком-то смысле ведь будет облегчать вот принятие, и он вообще облегчает принятие многих вещей, которые принять сложно. Здесь действительно вы совершенно правы. И то, что вы сказали, эта мысль, она подчеркивается на протяжении многолетней истории развития юмора. Дело в том, что многолетнюю историю имеет юмор с древних времен, и потребность юмора была всегда очень велика. Есть прекрасные работы, работы Бахтина, которые, например, европейский юмор, развечают творчество Франсуара Аблея народной культуры средневекового ренессанса. Прекрасная работа Лихачева, да, который рассматривает смех древней Руси. И если внимательно почитать эти работы, мы понимаем, что в каждое века, в десятилетии востребованность юмор, конечно, была очень большая. Всё-таки есть запретные темы для шуток или нет? Я бы следующим образом сказала. Дело в том, что действительно, мы сегодня говорили о том, что юмор создаёт такое пространство игровое, где можно играть со смыслами, со значениями, где можно рассмотреть различные темы. Но есть одно но. И, конечно, это тоже нам необходимо учитывать. Дело в том, что юмор – это такой очень тонкий, очень сложный продукт культуры. И смех, безусловно, это благо. Мы сегодня тоже об этом говорили. Но когда он переходит за грани, когда агрессия переходит эту грань определенную, когда появляется пошлость, когда появляется оценка негативная, грубость, эти насмешки, то, конечно, юмор перестаёт работать. То есть можно сказать, вот они, границы комического. Там, где мы встречаемся с сильными эмоциями, с болезнями неизлечимыми, вопросы смерти всё-таки. То есть те сильные эмоции, которые человек испытывает, они, конечно, не позволяют ему перейти к юмористической переоценке. То есть это, будем говорить с вами, конечность юмора. Да, игровое пространство есть, и эти нормы, и это позволяет пространство. И вот вы сегодня тоже говорили. И Фрейд, конечно, очень активно, как санкционированный способ тоже использовать здесь юмор. Но сильные эмоции, боль, пошлость, вот эти вот очень негативные какие-то элементы, они, конечно, не позволяют юмором пользоваться. Вот она, граница. Да, у вас граница есть. Границы всё-таки здесь, границы есть. Поэтому об этом мы всё-таки тоже здесь говорим. В нынешнее время, можно сказать, непростое вообще. И я бы сказала, что люди сейчас на моей практике, вот в моём окружении, немножечко неосознанно, но как будто меньше стали шутить, меньше стали смеяться. Вот как... Даже не знаю. Как сохранить чувство юмора вот в настоящий момент? И не упасть в чёрный юмор, хотя это тоже возможно, да? Сейчас вы прокомментируете. И как... Сразу три вопроса в одном. И как не испытывать чувство вины от того, что тебе смешно? Вот три вопроса. Ну да, ну давайте первый вопрос. А вопрос о том, как сохранить. Но я бы даже сказала, его не только сохранить, его ещё и развивать всё-таки надо. Но времена, знаете, они всегда бывают на самом деле нелёгкими. Юмор очень индивидуален. Мы сегодня говорили о тех компонентах, которые интеллектуальные, да, эмоциональные компоненты составляют. Но возможности юмора в том, что действительно они позволяют в социуме эти отношения налаживать, да, можно действительно улучшать атмосферу с помощью юмора в обществе, в компании друзей. По поводу индивидуальности я всё-таки здесь немного скажу. Действительно здесь, ну, трудно дать готовый какой-то ответ и сказать, что вот он способ, вот как вести себя, вот как сохранять и что делать, чтобы поддерживать вот этот позитивный эмоциональный фон. Индивидуальный, то есть всё-таки интроверты, люди, которые направлены на свой внутренний мир, они предпочитают, вот безусловно, вот иронию, какие-то такие, такие позитивные, да, стили юмора. Люди, которые вот у нас экстравертированные, любят общество, здесь, конечно, рекомендация искать эту поддержку, использовать этот потенциал хорошей компании, с хорошими шутками. То есть, безусловно, это нужно использовать. А что касается детей, есть прекрасная работа Тамберга Юрия, который, у него работа так и называется, как развивать чувство юмора, она к детям, и он говорит о том, что, ну, и здесь я с ним согласна, о том, что, ну, с ним не рождается с этим чувство юмора. Его нужно развивать, его нужно развивать постоянно, его хорошо бы развивать в семье, то есть, вот вечером, вместе, какие-то шутки, обсудить, с какой-то другой стороны посмотреть на явление. Обязательно надо этому учить детей, потому что, когда, опять же, вот ребенок способен посмотреть на явление с другой стороны, это, знаете, как спасательный круг в трудные времена, потому что ни один ответ у него, а иногда, если этого ответа нет, то это уже у нас и фрустрация, и какое-то отклоняющееся поведение, возможность будет все-таки эти ситуации, другие выходы, другие варианты увидеть. С помощью юмора снизить очень хорошо уровень тревоги у детей вытревожных, боязливых, застенчивых, то есть, это та категория, с которыми надо работать. Поэтому, конечно, я призываю родителей использовать этот добрый юмор, веселой компанией, обратить внимание на шутку, попробовать составить смешную историю, составить рассказ, вспомнить эту смешную ситуацию из прошлого, но заведите такую копилочку смешных случаев, развейте фотографии этих смешных случаев, но вот прям вокруг себя, чтобы это пространство доброго юмора окружало вас. И мне кажется, что это будет возможно так-то действительно сохранить вот этот такой позитивный настрой, немножко ироничный. Спасательный круг. Вы сказали, в тяжелые времена спасательный круг. Спасательный круг. Да, я думаю, что юмор в любые времена как спасательный круг, на самом деле. Но сейчас просто это наиболее актуально, потому что все-таки не самые простые времена сейчас. А что про черный юмор скажете, вот ваше мнение? Про черный юмор тоже здесь мне хотелось бы несколько, может быть, комментариев вам дать. Дело в том, что к проблеме черного юмора такое настороженное очень отношение. И предметом исследований черный юмор в нашей российской психологии становится вот прям совершенно недавно. Что пугает все-таки, наверное, здесь исследователи, вообще общественность? Ну, черный юмор включает ведь с собой анекдоты, шутки, связанные со смертью, с какими-то издевательствами, как правило, с какими-то несчастными родителями, злыми детьми. И для чего эти шутки появляются в антогенезе детей? Они же не сами по себе появляются. Все-таки склонны полагать исследователи, я с ними здесь соглашусь, о том, что черный юмор, вот эти шутки, они, это не насмешка на детско-родительские отношения, потому что очень часто это про мальчика, про родителей, про бабушку, какие-то такие очень коварные шутки. Все-таки ребенок с помощью этих вот таких вот шуток выражает, пытается выразить вот с помощью вымышленных этих каких-то случаев свои реальные страхи. Реальные страхи перед взрослой жизнью, потому что вот если посмотреть на те описания, о которых я сегодня говорила, всплеск черного юмора, вот этих историй черного юмора наблюдается как раз в подростковом возрасте. Они есть и в дошкольном, они есть и в младшем, в школе, но просто пик начинается этих шуточек появляться именно в подростковом возрасте. И это не случайно, потому что новая социальная ситуация развития, подростки готовятся ко взрослой жизни, понимаете, и у них, безусловно, есть определенные страхи. Юмор опять же здесь как такой ресурс вот выразить в такой, ну, форме выразить, ну, будем говорить, как бы не совсем, конечно, она и запрещенная, то есть способность своей страхи поделиться своими страхами. И здесь психологи, конечно, и педагоги, мне хотелось бы, чтобы неоднозначно вот смотрели на такого подростка, который использует этот черный юмор, да, потому что это сразу, конечно, будет все, ругается, он так говорит, и очень много разных таких печальных историй происходит в школах. сразу наклеивают ярлыки. И начинают наклеить. Здесь надо, конечно, разобраться, здесь надо посмотреть, потому что вот этот материал, который ребенок выдает, и слава богу, что ведь он его выдает, понимаете, он его не прячет в себе, тогда попробуй, найди, разбери с этой проблемой. Это возможность поработать с этими страхами, побороть эти страхи и найти какой-то приемлемый способ решения. Вопрос, как правило, чаще всего таких подростков бывает социум, они не всегда хорошо, эти подростки адаптируются. Именно у этих детей будет наибольшее количество черного юмора. Страхи перед социумом, как его примет в обществе. Ну, ведущие дети, вы знаете, уже этого возраста, как бы подростки, уже взрослые. Поэтому, конечно, поработать надо с этим материалом, поработать с страхами и специалистам, конечно, помочь ребенку их преодолеть. А вот помните вот эти детские истории? Я сейчас свое детство просто вспомнила о страшилке со смешным концом в черной-черной комнате, черным-черным вечером, там, гроб на колесиках в итоге, да? Вот это про что? Вот это что за история для детей? Они снимают тоже напряжение какое-то, да? Ну, да, в общем-то, все эти истории, о которых вы говорите, ну, это страхи детские, детские страхи, но с черным, это не знаю, но дети боятся темноты. Темноты боятся. Дети боятся темноты, они же, как в раннем, все-таки в раннем возрасте такие страшилочки-то используются. Это, конечно, страх перед темнотой, страх темноты. И причем здесь, знаете, первый экзистенциальный опыт понимания столкновения с понятием смерти. Понятие смерти, да, потому что как категория понятие смерти возникает до школьного возраста, к пяти, к шести годам. То есть именно поэтому вот черное, это смерть, да, то есть вот именно действительно это как вот такое первое столкновение с той реальностью, которая есть. Вот, ну, действительно, вот эти страшилки, о которых вы говорите, но обратите внимание, здесь очень тоже интересный принцип в черном юморе работает. Я уже сегодня говорила, что дистанцирование, да, определенное, когда вот черный юмор используем, работает такой параметр, как дистанцирование. Легко, временное, конечно, здесь есть время, дистанция, пословица, вы знаете о том, что время лечит, да, чем больше времени прошло, ну, это вот относительно взрослых, конечно, от травмирующего события, то, конечно, легче воспринимается, но этот черный юмор. Социальные дистанции, когда хорошо, когда это все черное происходит не с тобой, вот вы тоже здесь, видите, высокую степень такого абстрагирования показали, ну, какая-то темнота, это же вот не здесь, это какие-то совершенно другие, там мальчик-девочка, там же так описывается. Маленький мальчик, маленькая девочка, то есть это вот такое абстрагирование, это прям вот принцип заложен в черном юморе, понимаете? Дистанцировать, во времени дистанцировать, вот в пространстве дистанцию провести, абстрагирование такое определенное сделать, то есть немножечко отодвинуть, это страшное safe. Проживание, оно не здесь, оно немножечко там. Да, совершенно верно, на безопасный, понимаете, расстояние это все пережить, Получается, что... Правильно ли я вас поняла, что в такие периоды, как сегодня, юмор особенно необходим? Как бы парадоксально это ни звучало. Я с вами совершенно согласна. И в настоящее время, конечно, мы как специалисты должны, конечно, обратить на это внимание и постараться все-таки, ну, по мере возможности, все-таки учить детей, учить людей этим пользоваться инструментом. И не самое главное сейчас, вот тоже вопрос, не испытывая чувства вины по поводу того, что у тебя остается в жизни место для шуток, для юмора, и я, например, не собираюсь от этого отказываться. Для меня это, да, для меня действительно спасательный круг. И самоирония в том числе. Ну, наверное, я могу сказать, что я не свалюсь в самоунчажение сейчас, да, несмотря на то, что очень много факторов, как бы, стремящихся к пессимизму, скажем так, да. Тем не менее, я вот именно на этом спасательном круге буду держаться до тех пор, пока не стабилизируется либо мое внутреннее состояние, либо еще что-то, да. И вот это вот чувство вины, оно уже давляет из социума. Вот как отвечать тем, кто, ну, скажем так, как ты можешь смеяться сейчас, как ты можешь вообще шутить? Что говорить? Я с вами совершенно согласна, и я бы тоже такую же форму поведения выбрала, как вы. Но, если вы позвольте, я хотела бы ответить словами Янковского, который в роли барона Мюнхгаузена, да, перед своими судьями, помните, произносит тоже такую фразу, он говорит, я знаю, в чем ваша вина, вы слишком серьезное, умное лицо, это еще не значит признак ума, да, признак ума. Многие глупости на земле совершаются, делаются именно с таким лицом, с таким серьезным лицом, именно с таким выражением лица. И последний призыв Янковского звучит, улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Поэтому мне бы хотелось тоже вот с этой фразой вот обратиться к людям, но учитесь, улыбайтесь, находите радость в той ситуации, в которой вы находитесь. А к взрослым здесь особый призыв поддержать детей, потому что дети еще не обладают такой вот несформированной регуляторной функцией, они не могут регулировать, не в полной мере это делают. Поэтому задача взрослых, конечно, помочь своим детям и не жесткой критикой, и не наказанием, и не следованием, правилам, хотя правила мы тоже должны обучить. Все в меру. Да, именно вот такому вот позитивному учить начало. Тем более, что дети, как вы правильно сказали, несамостоятельно в своих рефлексиях, и если они видят, что дома родители смеялись, а тут они перестали смеяться, то ребенок, как мы знаем, чаще всего думает, а не я ли этому виной. И вот это тоже важный момент, который нельзя не учитывать. Если в семье был юмор, то он должен продолжаться хотя бы для того, чтобы сохранить психическое здоровье всех членов семьи. Это тоже важно. И улыбайтесь, люди. Да, замечательные слова. Григорий Горин, по-моему, да, ведь автор этого произведения, удивительный человек. Вот вы фразу Янковского привели. Скажите, вот вы же читаете лекции студентам, преподаете, и я предположу, что они в каком-то смысле слова правы будут, если будут ждать от вас тоже каких-то юмористических отступлений на ваших лекциях. Вы с ними вообще шутите как-то вот в каком, как у вас проходят занятия? Безусловно, я была бы вообще плохим специалистом, если только бы в теории, конечно, пробовала или изучила только по отношению к детям пыталась это использовать. Безусловно, я считаю, что обязательно надо вот этот юмористический потенциал вводить в образовательную среду. И на своих занятиях делаю, причем даже совершенно в разных контекстах, очень такие совершенно, ну, простые шуточки, потому что тоже как-то так сразу, чтобы юмор подействовал на всех одинаково, мы же говорим, достаточно сложно. В образовательных целях очень часто при изучении вот дисциплины возрастная и психология тоже привожу. То есть есть прям действительно анекдоты такие, которые позволяют включить их прямо в контекст лекций. Например, про мальчика, который там из очень известной семьи, который до пяти лет не говорил, да, или однажды ему положили сахар, и он на таком хорошем английском языке говорит, а сэр, а почему не положили сахар? Те удивлены, а почему вы, наш дорогой, об этом раньше не говорили? Вы что, говорить можете? Он говорит, а раньше меня об этом не спрашивали. То есть, понимаете, ну, как бы здесь действительно контекст тот, что, чтобы ребенок что-то начал делать, его нужно стимулировать, ему дать возможность, это надо, понимаете? То есть вот такие вот шуточки. Ну, и, конечно, где-то даже на экзаменах, да, то есть меня, конечно, студенты поражают, и я, конечно, вы знаете, копинг-юмор, вот мы сегодня еще не говорили про взрослые категории, а инструмент тоже разработан, вот, значит, адаптирован был инструментарий для изучения, использования юмора вот в таких стрессовых ситуациях. И, например, вот одна девочка у меня была, которая вот экзамен, наступает серьезный экзамен, она начинает смеяться. И я-то прекрасно понимаю, что она просто со своим страхом пытается совладать. Однажды вот она пришла и говорит, ну, хорошо, говорит, Татьяна Васильевна, вы понимаете, что я смеюсь не потому, что я над вами смеюсь, а педагог ведь на себя, знаете, тоже думает, что над ним смеются или еще над чем-то смеются. Она говорит, мне очень часто преподаватели ставили двойку, меня выгоняли из аудитории, не понимая просто то, что я вот смеюсь, и я снимаю свой стресс. Кто-то плачет, кто-то вот смеется. Конечно, это надо учитывать. Я поощряю всевозможные шуточки, которые действительно в рамках все-таки. Еще вспомню, одна девочка у меня была, она не очень хорошо ответила, я говорю, ну, покажите мне ваши листочки, я посмотрю, может быть, там вы написали. Переворачиваю ее листочек, а на листочке написано хочу пять, хочу пять, хочу пять, хочу пять. Но, знаете, за такую находчивость, конечно, такая находчивость должна быть поощрена, и, конечно, мы такие вот вещи все делаем. Речевые очень игры. У меня в июне студенты рассмеялись, я говорю, студенты, вы так все забываете, запишите, говорю, свой ворганайзер. Вся аудитория смеется, говорю, девочки, в чем дело, что смешно? Они говорят, ну, вы же используете старевшие слова, у нас нет органайзера. То есть вот они даже речевые, здесь немножко такие игры, понимаете, старевшие слова, которые не используем, у студентов тоже вызывают такой вот, вызывают смех, такой диссонанс с тем, что они используют. Вот, кстати, о том, что человека может снизить уровень стресса, вот по поводу смеявшейся студентки. Предыдущий наш гость занимается речевой самообороной, и когда он описывал ситуацию, что вам необходимо остаться в конфликте или вступить в него, ну, по разным обстоятельствам, и вы совершенно не в ресурсе, один из способов, это у вас должна быть в телефоне заготовленная, ну, скажем так, близко, какая-то линейка с котиками, с какими-то няшными такими видео, или крепких 2-3 анекдота, которые 100% вот в этот момент на какое-то время ваше ресурсное состояние немножечко как-то укрепят. Вот это, наверное, вот из этой же серии. Мы сегодня обсуждаем, мы уже много действительно проблем уже обсудили, чтобы как-то все-таки завершить этот разговор. Да, действительно, надо признать тот факт, что все эти вопросы, которые вот мы начинали поднимать, они, конечно, основывались на работах философов, да, потому что это работы философские, это вопросы эстетические, если мы говорили про нарушение нормы. Но вот приходится констатировать то, что психологи, психологов, которые вот активно, конечно, позволили эти проблемы решить, психологи, они только начинают приступать к этой проблеме. И если говорить про проблемные зоны, которые остались, то есть это опять же все-таки соотношение эмоций и интеллекта в комическом, все-таки здесь более подробное рассмотрение, это вот нарушение нормы, да, нарушение нормы, и еще здесь нарушение знаковой системы, мы об этом сегодня только в аспекте говорили, вот этих речевых игр, то есть это тот аспект, который тоже очень углубленно хотелось бы изучить, вот использование речевых средств в становлении комического, как речь используют. Мы сегодня про иронию немного это говорили, про остроумие. Хотелось бы тоже, вот, конечно, этот вопрос решить. Татьяна Васильевна, спасибо за прекрасный разговор. Я, по крайней мере, для себя совершенно удивительные вещи открыла, когда вот вы говорили про причинно-следственные связи, про диагностику, про границы, про черный юмор, про страхи, закамуфлированные под черный юмор. И в заключение, наверное, хотела бы повторить нашим зрителям прекрасное выражение по поводу того, что чувство юмора – это спасательный круг на все времена, и он есть у каждого, и можно, и нужно им пользоваться. Да, нужно его найти, этот спасательный круг, и посмотреть действительно, что вас в этой ситуации может спасти, и что вас может эмоционально, да, как бы, все-таки поддержать. И более того, на этот круг можно опереться самому, а еще и своих близких туда же. Вы знаете, вот, совершенно верно. Вот юмор, я, может быть, сегодня достаточно об этом говорила, но здесь надо говорить о том, что вот преимущество юмора в том, что он позволяет, вот опять в черном юморе, про который мы говорили, про аффилитивный юмор, вот главная особенность юмора, что он позволяет это сделать в компании. То есть ты один на один со своей проблемой, а в социуме небольшой, в группе, которая тебя поддерживает, ты можешь справиться вот с этими состояниями. Да, человеку нужен человек, и в плане юмора в том числе. Мы же не шутим один на один, правильно? Для этого нам всегда нужен еще кто-то. Да, это совершенно точно. Ну вот мы и поговорили про юмор. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Спасибо за то, что вы пришли. Берегите себя. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok